Средняя продолжительность жизни в России с 2005 года постоянно увеличивается. Сегодня она составляет 66 лет, 59 для мужчин и 73 года для женщин. Впрочем, всё это ещё ниже, чем в развитых странах мира. Российский студент только 40% доживут до пенсии. В Европе 95% студентов доживут до пенсии в 65 лет. Потому что мы очень мало занимаемся собой, неправильно питаемся, много курим, много пьём. Поэтому важно это изменить парадигму мышления. Сегодня главные причины смертности в России не инфекционные заболевания, а сердечно-сосудистые и почечные недуги, онкология и осложнение диабета. А по оценкам учёных-медиков, здоровье человека больше, чем наполовину, зависит от него самого. Почти на четверть от генетики, на 15% от состояния окружающей среды и места работы, и только на 10% от системы здравоохранения. Вот почему менять парадигму мышления нужно и работникам в белых халатах. В госпрограмме по развитию здравоохранения до 2020 года приоритет отдан профилактике и формированию здорового образа жизни россиян. Основной акцент сделан на развитие первичного медицинского звена, поликлинические обследования и диспансеризацию населения. Последнее уже проводится с 1 января 2013 года. Власти выделили из бюджета свыше 80 миллиардов рублей на реализацию программы. Это создание, наконец-то, в нашей России инфраструктуры в первую очередь. Потому что где проводить эту профилактику? Ну, сделали мы диспансеризацию, выявили факторы риска. А куда направлять-то? Даже вот я хочу просить курить, допустим. А куда я должна пойти и узнать об этом, понимаете? Вот здесь такая впервые, с 1 января 2013 года мы заставили регионы сделать на базе нашей программы свои региональные программы развития здравоохранения, где по годам они также расписали целевые показатели и инфраструктуру. Здоровье бизнеса, здоровье экономики. С таким девизом в рамках российской недели здравоохранения прошел научно-практический форум. Делегаты обсудили подход к развитию частной медицины в стране. По данным в ЦИОМ, сегодня 38% россиян посещают негосударственные поликлиники и медицинские центры. Лидером в этой отрасли остается ортопедия и стоматология. Доля частников в последнем случае составляет на сегодня 65% от общего объема услуг. Каждый второй специалист-стоматолог работает в негосударственных клиниках. Активную позицию в построении здорового диалога бизнеса и власти занимает и российская торгово-промышленная палата. Представители ТПП приняли участие в программе форума. Палата работает с отраслью и в рамках собственных программ поддержки бизнеса. У нас есть комитет по здравоохранению, по бизнесу здравоохранения, который очень активно работает. У нас собрано большое экспертное сообщество тех, кто занимает здравоохранение на всех уровнях. И практикующих врачей, и ученых, и практиков, и те, кто в бизнесе работает для медицины, кто изготавливает различную медицинскую технику, фармакологию работает и так далее. У нас здесь очень большое представительство в этом плане. У нас достаточно много различных мероприятий, круглых столов, конференций, симпозиум проходит. Обсуждение всех абсолютно законопроектов, которые касаются медицины или околомедицинской темы. Очень активно здесь у нас ведется. Порой просто, я бы сказал, очень жестко даже ведется. И не всегда госчиновники любят на такие мероприятия ходить, но тем не менее приходят, слушают. Также на форуме обсудили предложения по привлечению инвесторов в развитие российской медицинской промышленности, а также вопросы улучшения государственной политики в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, поскольку здесь существуют препятствия к росту сектора. Доля государства составляет 88%, за частным бизнесом только 12%. При этом отечественные медицинские изделия составляют на рынке всего 17%, остальное – импорт. Причем конкуренцию ему составляют только те сектора, где имеется доступ к программам господдержки. А в условиях участия России во всемирной торговой организации это означает риск потери остальных сегментов отечественной медицинской промышленности.